Есть еще место, где я бы мог бы построить дом. Вот соседи, соответственно, они сейчас уже знают ситуацию. Они, конечно, построили, знают. Я бы себя обезопасил, если бы знал, искренне говорю. Как говорит житель поселка Салмач Ленар-Салахеев, он в 2009 году купил земельный участок под индивидуальное жилищное строительство и начал возводить дом. Тогда не знал. Рядом проходит магистральный газопровод. В 2013 году, как следует из документа, в Росреестре Татарстана без каких-либо ограничений были зарегистрированы права собственности на дом и землю. Процедуру Ленар-Салахеев провел подачной амнистией. Дом построили, еще предварительно получали разрешение на энергоснабжение. С газовиками, соответственно, провели газоснабжение. И в 2013 году я дом зарегистрировал. Спокойно жили и в 2015 году начали у соседей сначала приходить иски. Они начали трубить во все колокола. На нас еще исков не было. Но потом дошла очередь и до нашего дома. Оказалось, дома заходят за пределами минимально допустимых расстояний магистрального трубопровода «Газпром Трансгаз Казань». Компания потребовала снести все постройки вблизи опасного объекта. Со своей улицы газовой мужчина ведет нас через лесопосадку. За ней под землей проложена та самая газовая труба. До моего дома 134 метра. А должно быть 150. По словам мужчины, таблички с обозначением охранной зоны газопровода появились лишь несколько лет назад, когда дом уже был построен. В 2018 году в табличках появилась уже зона минимально допустимых расстояний. 150 метров в каждую сторону. Похожая ситуация сложилась по всей стране. В 2017 году с этим вопросом напрямую линию к Владимиру Путину обратилась жительница Челябинска, у которой под снос попал дачный дом. Нарушений в строительстве не было. Рядом в радиусе более 100 метров с участком проходит газопровод. И в 2014 году вышло постановление об увеличении охранной зоны вместо 100 метров до 150. В средстве этого пришла повестка в суд многим садоводам, где было принято решение о сносе домов за наш счет. Скажите, правомерно ли это и будет ли закон, который нас защитит? Застройка произошла вдоль трубопроводов. Потом приняли решение о том, что нужно расширить эту охранную зону. И теперь пытаются выселить людей. Справедливо или нет? Несправедливо. Считаю, что этот закон надо изменить. Во всяком случае, те люди, которые уже построились, их нужно оставить в покое. В 2018 году за подписью президента страны вышел федеральный закон. Цитата. Не является самовольной постройкой здания, сооружение или другое строение, возведенное или созданное с нарушением установленных в соответствии с законом ограничений использования земельного участка, если собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка. В 2021 году Конституционный суд страны разъяснил, сносить такие объекты без возмещения их стоимости собственнику или обязывать его самостоятельно снести постройку нельзя, если доказана добросовестность приобретения. Казалось бы, ситуация разрешилась, но жильцов домов охранной зоны Салмачи снова пошли иски. Теперь решение о сносе в судах разбирают с учетом, знали они или нет об ограничениях. Так процесс в Верховном суде Татарстана уже проиграл житель поселка Салмачи Марат Ахунзянов. Как утверждает суд, мы не получили разрешение градостроительного о том, что мы могли бы построить дом. Решение мужчина собирается обжаловать. Как он говорит, в 2012 году по дачной амнистии дома регистрировали без этого разрешения. Никаких припонов мы не получили. То есть мы зарегистрировали дом, получили адрес, прописались все. Решение суда ждет еще один житель Руслан Тагиров. В 2014 году он также зарегистрировал дом по дачной амнистии. Сейчас они говорят, что мог знать, потому что не ходил получать разрешение. Так мы дома зарегистрировали по дачной амнистии. Но в любом случае регистрация по дачной амнистии пошел и зарегистрировал. Нужно собрать документы, технический план здания, третий, десятый, куча МТИ. Там много документов нужно собирать, чтобы зарегистрировать. Мы хотим справедливости, чтобы нас услышали, что есть федеральные законы, которые глотят, что мы не являемся самостроенными. Как нам пояснили в исполкоме Казани, землю в самочах жителям выделили еще до того, как поселок вошел в черту города. После вхождения населенного пункта в состав столицы, сведения о магистральных трубопроводах в исполком предоставили. И о них сообщили всем, кто запрашивал градостроительный план участков. Обозначение же на местности – это обязанность эксплуатирующих организаций. К сожалению, есть и те собственники, которые начинают строительство на свой риск, не запрашивая градостроительную документацию по своему участку. Затем регистрируют имущество в рамках федерального закона о дачной амнистии в Росреестре, минуя муниципальные органы власти. Кроме того, уточнением статуса земельного участка, информации о возможных ограничениях и других сведений должны заниматься собственники земельных участков, как действующие, так и потенциальные. Обозначение мест прохождения подобных труб, минимальных допустимых расстояний, является обязанностью эксплуатирующих организаций, то есть тех, кто обслуживает эти трубопроводы. За комментарием мы обратились в «Газпром Трансгаз Казань». Попросили разъяснить, в связи с чем на жителей Салмачи поданы иски в суд, информировала ли ранее компания их о нахождении рядом с домами трубопровода и готовы ли выплатить компенсацию за снос зданий. Ответ на момент выхода репортажа не предоставили. По подсчетам, жители Салмачи в охранной зоне находятся несколько сотен домов. Десятки владельцев судятся. О своей проблеме жильцы написали коллективные письма Владимиру Путину, Рустаму Миниханову и еще в ряд федеральных ведомств. Как пояснили в Казанском Кремле, здесь в курсе ситуации, но все решения за судебной системой. В данном случае мы можем ориентироваться исключительно на те результаты, которые будут вынесены решением суда. Здесь главный приоритетный вопрос – вопрос безопасности. Такие решения органы власти не принимают, что дальше делать с этими объектами. Это может решить только суд, исходя из соблюдения законных прав и охраны здоровья и жизни людей. Из администрации президента России жителям Салмачи уже пришел ответ, что обращение получено и вопрос изучается. Дмитрий Иринин, Алмаз Зеединов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705-100. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова